Как Саша уже начала говорить и как было заявлено в теме, формулировка изначально отталкивалась от сходов, различий, границ связи между собственным музыкальным уровнем, музыкальным измерением, музыкальным содержанием деятельности тем, кого глупо считает Bright Girls, и активистского, акционистского элемента. И на самом деле это является одним из основывающих моментов для отчета самой истории Bright Girls, потому что ранее женщины, которые присутствовали на музыкальной сцене, а не присутствовали до Bright Girls на музыкальной сцене. И нельзя говорить, что только в начале 90-х годов они получают доступ. Нет, они в музыкальной индустрии присутствовали, они присутствуют как певицы, как музыканты, как композиторы в самых разных ролях, даже если это открыто не артикулировалось. Но основной проблемой со статусом было то, что они не существовали сами себе. Как музыканты, как рассказывают о них, всегда появляется какой-нибудь продюсер, который их заметил, и если бы не этот продюсер, никакой карьеры не состоялось бы, и что ее талант без этого продюсера, который придумывает какие-то маркинговые стратегии, и именно благодаря ему он реализуется. Или же это даже женщины, которые были активно участниками панк-сцены, непосредственно участниками панк-сцены, которые поступали в 70-е уже, собственно, период активного развития панка. Но либо они имели очень локальное влияние, то есть это были буквально какие-нибудь концерты из серии гаражных мероприятий и друзей, либо они не смогли бы попасть на какие-то фестивали, не смогли бы там записаться дуэтами, сыграть и так далее, если бы, например, они там случайно не записывались на базе, которая находилась с фермой участников группы КРАС и так далее. И вот если бы не группа КРАС, если бы не эти фермеры, никакой бы полноценной панк-сцены – эти женщины не случилось. Соответственно, поэтому история «Рад Герлз» отсчитывается с того момента, когда женщины начинают всю свою музыкальную деятельность, которая включает всё – и написание материала, исполнение и так далее, но в то же время и его дистрибуцию, и там, не знаю, какое-то раскручивание себя и общение с фанатом до сих пор, она вообще всё выполняет сами. И вот. Соответственно, с какого момента конкретно её отсчитывать, в смысле, что явилось таким гутализатором для встречи Кейтлин Ханны, Тоби Уэйл и других, для их собраний, бесед и так далее, которые выглядели с подобного движения, ведутся споры. То есть, с одной стороны, это просто вот, будучи знакомыми между собой, там, Кейтлин и Тоби, в городе Олимпия, в штате Вашингтон, там, собирались и неожиданно там обнаружили, что им есть что обсудить, не только там свой интерес к политике, не только судьбой к музыке, но и, например, какие-то более личные биографические моменты, связи, например, с пережитым детским насилием. Которые, как обнаруживается в дальнейших беседах, испытывали далеко не только они. То есть, условно говоря, гораздо больше женщин, девушек, чем можно было предполагать. Или же это разворачивание активности различных христианских организаций, которые начинают одно с другим проводить мероприятия, посвященные запрету абортов. То есть, ну, пролайферские мероприятия в 90-м, 91-м годах. На что эти девушки начинают движение, то есть, рок-рочайз, то есть, ну, рок за выбор, соответственно, пророчайз. И все это, и в итоге можно считать таким, как бы, тенденцией, условно говоря, насадящейся в воздухе. И поэтому, по сути, не принципиально даже, что конкретно сегодня стал кратизатором, а важно то, что эти встречи, на которых, конечно, участницы обсуждали, то есть, как они хотят реформировать мир, как они хотят его преобразовать, как их достало мужское превалирование мужчин на сцене и так далее, как их достало быть объектами, быть теми, кем мужчины командуют, то есть, в частности, ты и так играешь на гитаре, твое дело стоять и играть на басу и так далее. Но это все равно звучало гораздо более утопически, чем на самом деле оказалось. И поэтому то, когда в материалах, в статьях про Right Girls пишут про то, что вот они организовывали утопию, вот они стримились в утопию, это не совсем так, потому что их какие-то разговоры и так далее могли звучать гораздо более утопично, гораздо более нереально, чем на самом деле вышло на практике, потому что на практике движение получило колоссальный фэдбэк, который, конечно же, не ограничил с Америкой. И что самое интересное, оно оказывало на девушек, женщин, неравнодушных в музыке и политике влияние даже тогда, когда его уже стали считать официально законченным, официально женившимся, когда какой-то открытый активизм со стороны групп типа Bikini Kill, Bustin Twilight и так далее прекратился и сошел на нет по ряду причин. И в таком случае, если говорить о каких-то формальных датах, говорить о периодизации, то и в связи, собственно, с пунктом про такой официальный условный конец мейнстримной линии этого маргинального движения, можно считать условный 96-й год, а начало в таком случае 89-й. Почему? Потому что именно за этот период в архиве Нью-Йоркского университета хранятся всевозможные документы, связанные с деятельностью Right Girls. То есть прежде всего это фанзины, но я далее расскажу подробно о том, что это такое, потому что это один из главных элементов, в принципе, и панк-культуры, но и Right Girl культуры в том числе. Это и письма читательниц, это и письма поклонниц, и всё то, что им приходило в студии, дома, на почту, все там открытки, то есть это могло быть абсолютно что угодно. Собственно, и в содержании зинов могло быть вообще что угодно, то есть что тебя интересует, о том ты и пишешь, о том ты и говоришь. И по-моему, это совершенно поразительно, что да, архив Нью-Йоркского университета, в нём лежит коллекция материалов по Right Girls, непосредственных, причём без всяких там, не знаю, в рядах пыльских правок, обработок и так далее. То есть это не там статьи фосмедиа, это не отчёты тех, кто не имеет непосредственного отношения к движению. Это те материалы, которые передала, собственно, сама Кейтвин Ханна, сама Тоби Вэлл и все другие участники и участницы, прежде всего, разумеется, то есть они писали призывы, начиная там, ну, примерно в 2015-2012 году, в своих блогах, там на официальных страницах, что если там, дорогие поклонницы, если у вас лежат какие-то материалы, если вам не жалко, то вы можете присылать, и мы оставим их в архиве, для того, чтобы они были доступны исследователям. То есть фактически тема Riot Girls таким образом становится легитимной и такой же темой, как вообще любые другие темы для исследований, собственно, для тех, кто занимается этим в университете. Логично спросить, как бы за счёт чего это вообще произошло, из чего вдруг для технического университета вдруг пришло в голову собирать эти материалы. Дело в том, что во время учёбы Кэтлин Ханны в колледже, то есть в колледже, в университете, как бы то ни было, её сокурсница и близкая подруга по имени Лиза Дарус получала также образование в области исследования архивов. И получая это образование, параллельно она могла наблюдать всю активистскую деятельность своей подруги и весь процесс формирования этого огромного женского комьюнити, и то, как общались участники между собой, то, какое влияние это оказывало, причём взаимное влияние и на, собственно, участниц группы, и на поклонниц группы. И поэтому она была уверена, что все эти материалы, ну, их нужно сохранять, их нужно, там, служить в одном местности, систематизировать и так далее, потому что, ну, их нельзя утрачивать. Потому что эти документы уникальны прежде всего тем, что они никак не обработаны. Потому что то, какой обработке, какому пересказу подвергались истории, и, там, рассказанные и прежде всего самими частями «Бирайдгерлз» о себе в СМИ, в масс-медиа, в каких-то официальных структурах прессы. Ну, то есть они подвергались, первое, чудовищной переработке, и это было просто невыносимо, там, для участниц. Причём, ладно бы их просто, там, выставляли, там, какими-то... Либо их выставляли, эм... Какими-то, ну, маленькими девочками, которые просто хотят развлекаться, которым нужно перебеситься, которые скоро вырастут, которые скоро закончат колледж, которым предстоит скоро выйти на рынок труда. И вот тогда-то они поймут, что нужно, как бы, ну, думать, ну, о каких-то таких, там, материальных вещах, организация своего быта в душе среднего класса, а, как бы, ну, неактивитным заниматься. Что это всё, на самом-то деле, несерьёзно, ну, пусть сейчас, как бы, что если взять? Вот. Либо же это имело гораздо более худшие последствия, то есть, например, обращая внимание на то, что среди Riot Girls считается нормальным обсуждать те проблемы, которые считаются табуевыми, то есть, прежде всего, связаны с темой сексуальных отношений, социальных домогательств, насилия и так далее. И, прежде всего, насилие в семье, то есть то, что большинство из, неожиданное большинство участниц практически любого разговора, который мог происходить между участницами группы движения Riot Girls и их поклонницами, то есть, они гастролировали по штатам, они всё время общались со своими поклонницами, и они могли в процессе концерта, там, во-первых, между песней дать микрофон, взяли, чтобы, там, кто хотел, тот и высказывался, и то, сколько девушек вне совершеннодневности подпригалось, перешло этот опыт со стороны, прежде всего, отца или мужа-матери, потому что, собственно, развод родителей является тоже одним из таких объединяющих биографических факторов для приверживания диалоги Riot Girls. Это решено было, собственно, посредством вот этих механизмов прессы обратить, ну, условно говоря, не то чтобы против Riot Girls, но с этой темой невозможно было для моих стримовцами работать как-то по-другому, кроме как, ну, превращать в какие-то истории на уровне таблоидов, на уровне жёлтой прессы, которые сопровождаются, там, огромное количество клеветы, огромное количество сплетен, и так далее, которые, ну, которые могли быть не просто, ну, немедленьким отношением биографии участниц, а могли быть очень серьезно исправительными, и могли иметь очень большое последствие не только для, там, самой участниц, но и для её семьи. Вот. Поэтому все эти отношения с прессой были изначально очень проблемными, и, то есть, они не могли не быть проблемными просто в силу по месту для Riot Bros. И именно поэтому они делали свою прессу. Они разрабатывали собственные методики, собственные средства связи, и фанзин был центральным из них. Фанзин, вообще, это элемент, который сделай сам, джаселф, который присутствовал ещё и в фанке 70-х, то есть, это не было какое-то, там, суперзапретение, новаторство, но, опять же, это всё, это всё издавалось мужчинами, да, там, белыми мужчинами в панке, и периодически, там, в этих фанзинах можно было встретить фрази из серии, что, как бы, мы панки, не какие-то, там, девочки, если на нас, там, нападут, если нам придётся бороться, то мы будем бороться, вот. И, как бы, сами понимаете, какие чувства мы когда-то вызывают у читательницы, кроме, ну, непродуктивных чувств, там, типа, не знаю, там, молчаливой ненависти и так далее, естественно, это и перерождалось желание каким-то, ну, порождать какую-то альтернативу этому, соответственно, создавались собственные журналы, их было огромное количество, там, каждая участница группы могла издавать, как минимум, там, по одному журналу, и каждый из них был, там, уникальным, там, определялся какими-то, там, авторскими, индивидуальными черты той девушки, которая издаёт, и, то есть, он носил на себе очень чёткий отпечаток этой личности авторские, издательницы, редакторки и так далее, то есть, буквально посредством приобщения к содержанию материала этого фонзина можно было, ну, так, косвенно знакомиться с самой участницей, и части этих журналов могли издаваться, например, на розовой бумаге, можно было рисовать всю бумагу сердечками, то есть, это всё то, что можно связать также с третьей волной, т.е. про тест, который условно выражается в формуле «быть девочкой не стыдно», и как материалы самих участников, так и письмочитательств, очень часто, например, в букве «А» вместо точки рисовали сердечко, то есть, при этом это не подразумевало никаких, естественно, никаких коннотаций, что вот только там здесь мы можем это сделать, но логично было бы предположить, что в той мейнстримной среде, в которой обитали, прежде всего поклонницы группы, то есть, школы, колледжи и т.д., в которых там вещи, ну, разного рода харассмент упоминается в опыте «Вещайся пресс сплошь и рядом», начиная от случаев, то есть, случаев во время, там, бустного бала, вечеринок и т.д., до просто эпизодов вроде того, когда девушка стоит, там, в раздевалке, около своего шкафчика, и к ней подходит кто-то, кто дразнил ее до этого флиминацией. И исходя из теста, что «Ах, вы выступаете за харассу», ну, сейчас я вам покажу харассу. Вот. Соответственно, «Фанзин» это был такой своего рода, то есть, блог, когда не было интернетиков. То есть, когда имеется в виду, что там могло быть все, там реально могло быть все, то есть, и переписки, и, не знаю, там, ну, негодания, гороскопы, конечно, но что-то в таком роде. То есть, все то, что присылали читательцы, все то, что они желали там видеть, все свободно публиковалось. То есть, в этом была прелесть с собой, что кроме того, что, что интересно девушкам, что их волнует, а никакой другой, как бы, редакторской повестки нет. И обнаруживается как раз, что девушек волнует преимущественно одно и то же, схольное, то, о чем я, в принципе, уже говорила, и то, что они до этого и никому не рассказывали. Ну, то есть, потому что это всегда стыдно обсуждать, либо там сама виновата, и так далее. То есть, причин для этого могло быть множество, и именно в том комьюнити, в той атмосфере сестринской и непосредственно, которая создавалась в Red Girls при всех формах общения, то есть, как во время концертов, так и до и после концертов, так и посредственно переписки, так и посредственно каких-то встреч, митингов, конференций, чего угодно, они получали, ну, они получали фактически голос, который, то есть, который не экстраполировался на какую-то широкую общественную повестку, но поскольку они могли это хотя бы, а, обсудить с соратницами, с подругами, б, обнаружить, что не только они это пережили, это было, ну, более чем достаточно до определенного момента. И здесь интересно то, что, разумеется, им там никто не диктует, каким образом им стоит высказываться, то есть, какие слова им стоит употреблять, до какой степени им стоит быть откровенными, то, как они высказываются, то, в какой форме это сделать, то и хорошо, значит, так и надо. То есть, вот это вот признание самого разного стиля, риторики и так далее высказни очень характерно, и оно ко второй половине 90-х годов уже исчезает. То есть, само движение «Райдброс» как таковое по наименованию уходит из такого вот очевидного пользования, но у тех, кто иногда называется его преемственностью, то есть, так называемые «Эммеры women», к которым относят там Эланис Моррисетт, Фиону Эппл и так далее, с одной стороны проявляется то же самое, а с другой в совершенно ином ракурсе, потому что, как бы, начало положено, как бы эти темы озвучены, и эти темы уже озвучены даже в отношении «Райдброс» в каких-то, ну, в желтой прессе. Под каким бы ракурсом это ни было сделано, это, как минимум, уже артикулировано. Соответственно, обнаружится, что и более, скажем так, спокойные, не кажущиеся озлобленными на мир женщины, такие более-менее даже чинные, благопристойные певицы пережили примерно то же самое, им есть, как бы, что сказать по этой же теме, однако они это все же делают в более мягких, ну, условно говоря, более мягких формах, потому что, например, если «Райдброс» использовали слова, типа там «слот», «шлюха», «рэйп» и так далее, причем не просто использовали как, там, в песнях, в речи, но и там писали их на себе огромными буквами и писали их на одежде и так далее, то, например, для Мелани Сморсет используя слово «бич» это уже было, ну, таким провокационным шагом. То есть это уже тогда для нее и той культурной повесткой, которую она представляла, была уже такой некоторой провокацией. Вот. Или, например, когда в интервью Фиона Эппл начинает рассказывать тоже о каких-то пережитых опытах, как вы пережили, где свои опыты носили, ей сам же репортер начинает говорить, что то, как вы должны сейчас об этом говорить, вы должны просто, из вашей речи должно следовать, что вы уже там, вы с этим смирились, вы это уже пережили, это уже, как бы, пройдет для вас этап, у вас уже все хорошо, а вы из этого эпизода сделали вообще какую-то драму, там, это невозможно слушать и так далее. То есть, фактически, женщина-исполнительница начинает указывать, каким образом им следует представлять собственный опыт. Эта повестка сама этого опыта никуда не уходит, в общем, она совершенно никуда не исчезает, как факт. Но то, насколько она становится завуалированной, то, насколько она становится такой политкорректной и приятной для слуха и так далее, конечно, очень нравится в глаза. Потому что, как мы знаем, любое протесты, любое контракультурное движение, это не про то, чтобы вам было так красиво, комфортно и так далее, это про то, чтобы делать дело. И, соответственно, уже там, в 92-93-м годах в статьях пишут про то, что там, как бы, бунт не может быть тихим, как бы, извините. Да, Riot Girls будут шуметь и так далее. Да, их музыка шумная, да, она неприятна на слух и так далее. И касательно, соответственно, этого неприятного слуха музыки, можно заметить то, что, несмотря на то, что Riot Girls определяют, прежде всего, как музыкальное движение, как движение, выросшее из панка, панк, это все-таки прежде всего, это субкультура или контркультура и так далее, но далеко не ограничивающаяся музыкой и где музыка является одним из абсолютно равнозначных компонентов, где идеологический месседж, какое-то идеологическое сообщение, программа переустройства мира является едва и не более важной. Соответственно, прежде всего, это про то, что эту музыку может сыграть каждый, да, что достаточно уметь там один-два-три аккорда, достаточно кое-как дергать струн на гитаре, и, в принципе, все, можно уже восстануть идти, то есть абсолютно серьезно. В противобес этого, например, те же Ланис Моррисет и Фиона Эппл будут очень квалифицированными и исполнительными инструменталистами, то есть таким образом они уже перестанут представлять какой-то пример, которым может последовать каждый. То есть это важно, потому что фактически они превращаются в такую недосягаемую модель, в такую недосягаемую образовательную подражание, чтобы стать таким, как они, нужно учиться музыке специально и так далее, приобретать ряд навыков, возможно, уметь танцевать одновременно с пением и так далее. А для того, чтобы выступать в фан-круппе, ну, то есть нужно желание изменить мир, нужно какая-то активная позиция и, ну, в общем, все. То есть и, ну, их компания единомышленниц. То есть в основном та цель, которую преследовали изначальную часть «Рад Гирлз» и которая была более чем достигнута — это бой с единомышленниц. Особенно это было актуально для тех, кто жил в маленьких городах, и это до сих пор актуально, то есть уже посредством, конечно, интернета, посредством каких-то там неожиданных находок и так далее. И люди, которые живут в какой-нибудь там провинции, ну, то есть я имею в виду сейчас штаты, прежде всего, замечают, что вот там я совершенно неожиданно там обнаружила группу «Бикини Килл», вот она там уже давно выступает и так далее. То есть это происходит там в наши дни, то есть уже там десятые годы, и мне открылся там совершенно какой-то новый и необычный мир, как здорово, что они обнаружились. То есть уже давно там прошел какой-то пик движения, тем не менее за счет самого накопленного материала, за счет всего того, что случилось в первой половине 90-х годов, это влияние продолжается, как бы дело живет и процветает и так далее. Значит, соответственно, по поводу панка и по поводу музыкального элемента для панка и для «Радгерлз» как признавивности панк-культуры, то есть говорить о том, что она при движении «Радгерлз» появилась в панк-среде, будет, в общем, правильным. Причем как касаемо музыкального уровня, так и касаемо идеологического уровня. И в некоторых материалах «Радгерлз» выводит из «Гранжа», что является как минимум анхронизмом, потому что «Гранж» появляется после, и если, например, даже связать «Гранж» с фигурой Кобейна, то именно становление Кобейна тем, кто появляется на обложках журнала «Роллингстоун», тем, чьи клипы транслируются на MTV, вызывают у участниц «Радгерлз», в частных беседах, в частных беседах, неподдельная грусть и так далее. И ностальгия уже в ушедших временах, уже в середине 90-х проявляется и начинает звучать. То есть, ну, условно говоря, «Гранж» будет позже, если вы читаете, что «Радгерлз» пьюсь «Гранж», закройте и не читайте. Вот, значит, и поэтому, поскольку музыка уже понимается не столько как дополнение, но как один из ряда, не сказала множество такого уж множества, но всё-таки ряда элементов, на неё можно периодически даже не обращать внимания. То есть, главное — это выполнить некоторую идеологическую задачу. Соответственно, если кто-то приходит на концерт пангруппы из движения «Радгерлз» послушать музыку, эти слушатели, оказывается, очень разочарованы, неприятно удивлены и так далее. То есть, они не понимают, почему музыка так небрежно сыграна, они не понимают, почему она такая шумная, они вообще такая некрасивая. И это препятствие, это оказывается для них таким, далеко не всегда преодолимым препятствием для того, чтобы, скажем так, копнуть глубже и понять, что движение характеризуется не только, не только, не только, собственно, музыкой. И нужно смотреть ещё и на другие аспекты. Соответственно, такого рода слушатели, такого рода зрители понимают группы, которые держат в руках музыкальные инструменты и стоят на сцене как, прежде всего, музыкальные явления, музыкальные феномены и проекты. И таким образом они получают негативную оценку от них. С чем это связано? Не только, не знаю, с какими-то стереотипными, консервативными представлениями в целом, но ещё и с тем, что в начале своего рассказа я сказала, что статус женщины в музыкальной индустрии, музыкальной сфере характеризовался, ну, он был подчинённым, там он был неизбежно не главным по отношению статуса какого-то мужчины, то есть будь то продюсер, будь то, не знаю, Энди Орфел у них, будь то кто угодно, то есть, там, какой бы прекрасной и талантливой ника ни была, всё равно те, кто её видит, те, кто её слушает, интерпретирует её через Энди Орфела и эту ситуацию. И таковы, собственно, обстоятельства, которые вызывают культуру Райт Лерос, которые в силу этого получают упрёки, что она сепаратистская, что она изолирована там от всех остальных, что это какое-то там закрытое сектантское сообщество женщин и так далее. Вот. Но для женщины-исполнительницы, для женщины в музыке и, говоря шире, для женщины в искусстве существовал ещё какой-то другой путь, возможность другого статуса. Это статус, который не связан как раз конкретно с музыкой, но имеет отношение к искусству в широком смысле. То есть, если мы посмотрим на там фигуры, не знаю, Сьюзи Сью, Лидии Ланч и так далее, то они будут связаны прежде всего с контекстом перформативного искусства, театральности, каких-то хэппенингов и так далее. Музыка в них и музицирование не будет главным элементом, она может быть составным элементом каких-то отдельных выступлений, но она не является центром их внимания, и иногда для них группа, ну, музыкальный проект, музыкальная группа, там, даже, там, 70-х будет просто одним из множества их художественных проектов. То есть, зачастую даже, там, чичачьи группы, пан-группы образуются до Red Girls в среде, например, художественных подлежей, художественных подлежей, там, в арт-пусовках и так далее. То есть, они не связаны с музыкой по своей природе, по своему источнику происхождения. Вот, соответственно, даже женщины-исполнительницы, то есть, подобно, там, Ника, Лиджи Ланч, Сью-Сью и так далее, имевшие большое влияние до этой фигуры представительниц Red Girls имеют влияние, которое ограничено прежде всего музыкальной сферы. То есть, когда говорят, там, об их воздействии на, там, последующее поколение музыкантов, имеют виду прежде всего клиент, который касается стиля выступления, звука, звучание, манеры исполнения и так далее, которая вся заключена в музыкальном компоненте, которая не выходит за его пределы, которая не связана с, как бы, донесением до аудитории какой-то идеологии. Причем, как думаете, цель-перспективно сейчас, мы можем смотреть на все выступления, там, после ее колонны, например, там, после ее колонны и до Red Girls и найти в них политический компонент, найти в них политические сообщения, там, посмотреть, какие события происходили в истории политики в тот же период, и расшифровать в них связь с какой-то актуальной политической повесткой. Но здесь принципиально будет то, что для самих артисток этого компонента политического актуального либо не существовало, либо он тщательно скрывался. То есть, возможно, его можно было каким-то образом распознать, но это была задача, которая была под силу далеко не каждому зрителю. Соответственно, это было, прежде всего, явление эстетического порядка, которое уже откровенно вырывалось с этих эстетических рамок, в котором, ну, то есть, которое не просто было тесно, а которое просто не соответствовало, которое настолько откровенно их превышало, что продолжать туда запихивать, было уже смешно и уже бы не получилось. Соответственно, поэтому Red Girls описывается и с предметниками, и перспективно, как такой, как взрыв, как шум, и в таких категориях, которые, в общем, те кто-то беспокоили, поприсали, мешали и так далее. Что это девушки, которые надевают свои мартинсы, надевают шорты с милитрикой сумкой, стригут волосы и шумят. Или, например, они там идут на какой-то совместный митинг с кем-то, и все стройно кричат лозунги, а девушки из РАТЛ шумят. Там бьют ложками в сковородке, орут и делают что угодно, в общем, сервис хаос, неразбривы и так далее. Зачем они это делали? Отчасти за тем, что в какой-то момент было просто важно показать, в том, чтобы познать просто факт своего присутствия. То есть так немножечко пошуметь, и в каком-то смысле это даже не столько помешать другим участникам и участникам митинга, но просто повеселиться. Ну то есть намерение повеселиться могло тоже входить в их планы. То есть не стоит понимать участник РАТГРОЛС как такую очень серьезную, очень напыщенную, очень ставившую выше других тусовку, которая там желает определить мир и так далее. Хотя, разумеется, такая критика в их кадре звучала, и периодически она была обоснована по конкретным критериям. Но изначально и до сих пор у участников РАТГРОЛС существует некоторый стереотип, что они умеют веселиться, что они умеют хорошо проводить время и так далее. Отчасти это связано со страйт-эйдж идеологией, которая в свою очередь связана, например, с тем, что одним из двух центров был, ну, образование РАТГРОЛС был Вашингтон, собственно, все какие-то мейнстримные страйт-эйдж группы религии в Вашингтоне. Но в свою очередь, например, там, наркотики были элементы того, что тоже воздействие корпораций, которые там изменяют ее сознание, это мы не позволяете делать личный выбор. Соответственно, влияние и воздействие, и проявление РАТГРОЛС по сей день важно проследить в том, когда в любом действии, которое может, но не обязательно должно быть связано с музыкальным его проявлением, и которое очень тяжело интерпретировать, ну, то есть, например, как чисто эстетическое, ты знаешь, например, критика в адрес текстов, Буссерайт, что там, убей сексиста, что такое, это призыв к насилию, очень плохо, почему они представляют феминизм только призыв к насилию? Ну, то есть, это, по-моему, может, просто не груди, потому что это свидетельство как тотальное непонимание, ну, риторического приема. И, например, вот мы заходим в группу «События Фейс», мы видим тексты группы «Morror Lips», мы понимаем, что про них может быть то же самое, и что, как бы, это, очевидно, не предполагает критику, вроде что, почему они про насилие? Очень плохо. Они что, хотят насилие? Вот, то есть, до сих пор существует эта проблема и приобретается художественного жеста, и до сих пор, как критика звучит примерно одна и та же, так и проблемы, с которыми, ну, борются представители и строители, просто не где же, но к ним можно до сих пор причислить буквально каждую, кто действует прежде всего самостоятельно, и кто конструирует себя как исполнительницу, как представительницу художественного движения самостоятельно, и принципиально отказываясь там ориентироваться на медиаповестку, несмотря на то, что, конечно, принципы работы, принципы отношений с ней сегодня значительно поменялись. Я думаю, что на этом можно даже сделать предварительный вывод, поставить запятую, точку, запятую, что в таком роде. Вот, если у кого-то есть вопросы, то можно ее задать. Ну, простите, кого бы вы сейчас назвали продолжательницами дела «Райдгёрлс»? Ну, конкретно я или кого? Ну, кто считается или кого? Ну, простите, если понимать «Райдгёрлс» именно как некоторую активистскую идеологию, то, как бы, «Буссерайт» совершенно, ну, легко причислить. И, ну, то есть, ну, можно причислить. То есть, кто угодно, кто угодно, кто сбороть систему.